Всем привет! С вами снова футбольный клуб Нижний Новгород, партнер программы «Сеть городских кафе Самурай» и я, Артемий Катков. Мы продолжаем нашу серию программ про футболистов «Они играют за Нижней». Досмотрите эту программу до конца, там будет интересный розыгрыш. И сегодня с нами галкипер футбольного клуба Нижний Новгород Николай Сысуев. Коль, привет! Здравствуйте! Хотели про тебя узнать, рассказать болельщикам, как ты вообще стал вратарем, почему вратарь и почему вообще футбол? Ну, не знаю, я пришел в секцию на стадион «Северный», где-то, наверное, в 5-6. Сначала был нападающий вообще, потом по неким причинам сломал себе ключицу на хоккейной коробке во дворе. И потом тренер мне поставил в ворота, и вот с тех пор я уже стал вратарем. Вот когда идет футбольный матч, ты вот был нападающим, нет желания побежать вперед, пацанам помочь? Да, нет, это было совсем уже, лет в 5-6, совсем маленький, когда был уже, тогда был нападающим. А вся вот эта карьера уже, уже по оборотам. А вот как вообще попал в футбол, почему? Кто-то привел или сам пришел? Ну, вообще, сначала привел отец меня, потом я там на год закончил, и потом опять уже вернулся в футбол, и вот начал уже играть. Отец меня приводил, лет в 5 по МДФ. Я занимался со старшими ребятами, там, 1907 года, и вот с ними тренировался. А где тренировался? На стадионе Северной, на водозаводе. Академия раньше была, сейчас уже не так все. Изменилось немножко все. У многих болельщиков всегда возникает вопрос перед началом матча. Вратари выходят на свою позицию с бутылкой воды, с полотенцем, и кладут их кто-то на правую сторону, кто-то на левую, кто-то как-то к штангам подходит. Что это за ритуалы? Есть ли они у тебя? Это не ритуал, это просто как бы перчатки сырые бывают, и чтобы мяч ловился, иногда протирают перчатками. Полотенцами перчатки протирают. А в целом у вратарей есть какие-то свои суеверия? Ну, честно, у кого-то есть, там, вот, даже у Артема, также Реброва говорили, там, штанги целуют. У каждого у своего вратаря есть, у вратаря своего примета, там, всякие вот эти вот веры. У тебя они есть? Честно скажу, то, что нет, так, просто выхожу. Кем ты видишь себя через пять лет и где? Ну, давай пофантазируй маленько. Ну, не знаю, на данный момент пока что я вижу себя в Нижнем городе, будем выполнять поставленные цели свои, а там уже посмотрим, что будет дальше. То есть не загадываешь так вот далеко вперед? Вперед нет. Главное сейчас играть и добиваться того, добиваться и поставленных целей. Что за цель, скажи нам? На данный момент с командой выйти в пример лигу, чтобы быть там. Всем это хотим и тренируемся к этому. Ты продлил контракт на три года. Да. Насколько легко продалось это решение для тебя? Ну, долго обсуждали. Условия, не условия, все вот эти моменты. И в итоге, да, получилось то, что переподписал до 23-го года с Нижнем городом. Ну, это мой город, почему бы и нет. Будем вместе добиваться успеха, цели, задачи. Так что я рад, что остался в этой команде. Насколько активно ведешь себя с болельщиками? Насколько активно с вами общаешься в социальных сетях? Ну, конечно, да, стараюсь отвечать. Там же в Инстаграме пишут, в Директ. Стараюсь отвечать, но, конечно, не всем, но как получается. Потому что если одному ответишь, там начнут тебе и доначи писать. Даже бывает и когда ВКонтакте, есть ВКонтакте. Я, конечно, не захожу, звонки поступают и ночью даже, бывало, и звонили. Там некоторые люди. Поэтому приходилось отключать телефон, чтобы не звонили. Кроме большого количества болельщиков, есть и болельщицы. Давай для них секрет раскроем. А сердце Николаевса Сусулева занято или свободно? Нет, мое сердце пока что занято. Надеюсь, надолго оно будет занято. Поделись секретом, кто это, как у вас произошла встреча. Да, мы тоже познакомились почти, наверное, перед карантином. В начале карантина познакомились. И вот, потом увиделись тоже. И с тех пор мы вместе. Вместе. В социальных сетях ты не активно об этом рассказываешь, насколько я понимаю. Ну да, это все похоже, что да. И я же понял. Пока не читаю это. Нужно выносить на показ. Как говорит счастье, любит тишину. Дай бог, что так и было. Как у тебя вообще детство проходило, помимо футбола? Чем еще занимался, чем еще увлекался? Да, так-то вообще, в общем, ничем не занимался. Тренировки были, можно сказать, каждый день. Утром учеба была, получается. А вечером у нас была тренировка уже. И там уже приезжал, делал уроки. И так каждый день, можно сказать, почти без выходных. То есть время на... В свободном времени у нас вообще так вот повода нет. Это сейчас у нас на тренировке утром. Учебы нету, и поэтому вечер весь свободный. А так в детстве у меня учеба была утром. Бывал, учился даже. И вторую смену были тренировки утром. И наоборот, так вот менялось. Где учился? В какой школе? Я учился сначала в лицее. В 180-м, это время, в скорой. Доучился, потом я вошел с лицея, потому что на учебу тяжело удается у меня. Там в лицее тяжело было. И я вошел с 3-ю школу, тоже в Ленинском районе. Там ухудобно было оно. И вот там я доучился. Ну, а ты сам в Ленинском районе? Да, сам в Ленинском. Сейчас уже нет, а так в Ленинском, да. Мама же... А сейчас сам где же едешь? Наверху. Наверху. Кто твой главный болельщик? Ну, мама, можно сказать. Все мои родные и близкие, они... Человек по 10 приходит на матч. Мама вообще каждый игрок ходит, не пропускает. Поэтому... То, что, ну, мама, наверное, родные и близкие. Сейчас девушка будет ходить, что-то уже на матчи. Я уже ходил. Думаю, будет так же ходить на матчи, поэтому... Ну, думаю, тоже мама самая такая болельщик. Что говорит после игры? Ну, ничего. Когда выигрываем, подражает. Когда проигрываем. Конечно, такого еще не было сейчас. Ну, дай бог, такого не будет. Но без этого никуда. Поддерживал просто и все. Но она всегда рядом, потому что она всегда на связи. Поэтому нормально. Есть какой-то прям топ твоих любимых мест в городе? Ну, это Чехаловская лестница, вот, где вид. Наверху, около памятника. И Большая Бокровская. И также набережная. Очень нравится по вечерам здесь гулять. Как часто тебя можно здесь встретить, поймать? Ну, почти здесь каждый день гуляю. Когда есть обоим время, можно здесь каждый день вечером. Часик в девять. Перед сном могу здесь прогуляться. Могут уже один-один. Одеть наушники и пройти здесь, перед сном прогуляться. Ничего страшного в этом нет. Расскажи мне, что ты заказал. Заказал себе роллы. Жареный краб. Я их все время, может, опять беру. Очень нравится. Горячие роллы тут, все, жареные. И гунканы тут еще есть. Острые гунканы с лосося. И креветки. Очень вкусные. В целом, какую кухню предпочитаешь? Да, если честно, я все могу поесть. Вообще любую. Домашняя больше всего. Приветствуется. Домашняя мамина? Или домашняя девочка? Ну, когда в детстве, да, мама его готовила. И когда на долгое время куда-то уезжаю, там, на сборы или куда-то еще, к маме в гости приезжаю, у меня всегда дома лежит крабовый салат. Все время. Потому что это мое любимое блюдо вообще. Крабовый салат я очень люблю. Раньше в детстве делала мама, а сейчас девушка будет делать мне. Она уже делала, конечно, когда я был на сборах. Поэтому крабовый салат для меня это вообще самый топ. Коль, стал известен соперник по Кубку России. Это снова Том. С Томми встречались уже много раз. Насколько это вообще удобный соперник или это максимально неудобно? Да, я не сказал бы, потому что неудобный. Мы, как бы, кросс, соперник, соперник. Удобный, неудобный. Я так, не знаю, трудно сказать, поэтому. Мы играем в каждом матче на победу. И так же будем играть с ними на выезде. Поэтому... Ну, то есть для тебя нет принципиальной разницы, кто выходит против нас играть? Нет, нет, для этого нет. Просто играем на победу и все равно. Кто там, ЦСКА, Спартак или Томми. Все равно. Ну, я там предлагаю как раз закончить нашу с тобой беседу. Нам как раз принесли еду. Ну, да, я хочу напомнить, что у нас продолжается розыгрыш сертификатов от сети городских кафе «Самурай». Мы по-прежнему разыгрываем три сертификата на сумму тысячи рублей и разыграем их между теми болельщиками, которые будут репостить запись этой программы, к себе на странице. Также хочу напомнить, что задавайте свои вопросы для футболистов в комментариях. И к этим сертификатам, которые мы разыгрываем, будет еще один дополнительный приятный бонус. Сеть городских кафе «Самурай» вместе с футбольным клубом также подарят победителям вот такие вот брендированные кружки. А что хочется сказать напоследок? Комментируйте, лайкайте и смотрите нас. С вами был Артемий Котков, футбольный клуб «Нижний Новгород», Николай Сысуев и сеть городских кафе «Самурай». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова